Мы в Сеуле, в Южной Корее. Сейчас мы сделаем обзор медицинского центра женского университета ИХВА. Это ведущий центр по лечению рака молочной железы в Южной Корее. Я бы даже сказал во всей Азии. При входе в клинику можно увидеть скульптуру первой женщины, которая начала работать врачом в Корее. Привет! Корейская робототехника. Мы сейчас находимся в диагностическом центре ИХВА. Особенность этого центра в том, что здесь диагностика как для мужчин и для женщин проводится отдельно. Там проводится обследование для мужчин, слева проводится обследование для женщин. Также хочу отметить, что диагностический центр имеет аккредитацию по эндоскопии. То есть гастро- и колоноскопии здесь проводятся на высшем уровне. А поднимаясь по лестнице, можно ознакомиться с историей данной больницы. Мы сейчас находимся в центре женской онкологии университетской клиники ИХВА. Это ведущий центр по данному направлению в Корее. Он включает в себя отдельно центр молочной железы и щитовидной железы и отдельно большой центр онкогинекологии. Очень милые комнаты консультации в женском отделении. Все в розовых тонах, это совсем не по-больничному. Сейчас профессор Нам Санпек расскажет нам о том, что важно знать о профилактике рака груди. Основной причиной онкологии является неправильное питание. Вторая причина – это курение. Немаловажным фактором в развитии рака груди является употребление в рацион высококалорийной и жирной пищи. Также использование гормонально-заместительной терапии для уменьшения симптомов климакса. В случае Анжелины-Анжели генетическая склонность, стресс, воздействие радиации, ожирение. Все эти пункты в сочетании с рождением меньшего числа детей с коротким периодом грудного вскармливания воздействуют на развитие заболевания. С чего следует, что лучшая профилактика рака молочной железы – это устранение причины возникновения. Мы сейчас находимся в отделении женской онкологии. Здесь только женские палаты. Доктора здесь также исключительно женщины. И с религиозной точки зрения это очень комфортно. Мы сейчас посмотрим одну из палат. Вот так выглядит палата женского отделения. Они все четырехместные, стандартные. Пациенты находятся за этими шторами. Слева сразу есть небольшая душевая кабинка и туалет. Санитарный музей. Конечно, тут есть и одноместные палаты. Здесь находится отделение радио-йод-терапии. Здесь проходят пациенты радио-йод-терапию после заболеваний, онкологических заболеваний щитовидной железы, в частности, рака щитовидной железы. Здесь даже есть комната музыкальной терапии. Пациенты могут здесь прийти, расслабиться, послушать музыку. Сейчас профессор Усунглим расскажет нам о реконструкции груди после удаления молочной железы. В прошлом считалось, что проведение совместной операции по удалению опухолей и реконструкции могло привести к рецидиву. Но многолетние исследования показали, что нет разницы в вероятности возникновения рецидива, как при проведении тотальной мастектомии с одновременной реконструкцией, так и при тотальной резекции молочной железы. На самом деле, у пациентов, получивших одновременную операцию по реконструкции, вероятность возникновения рецидива меньше и прогнозы лучше. Причины положительного эффекта могут быть различные. Например, пациент с более крепким здоровьем чаще всего решается на совместную операцию. Или же одним из факторов может быть психологическое и эмоциональное состояние пациента, улучшающееся на фоне восстановления молочной железы, так как для многих женщин это очень важный аспект. В результате уменьшается риск возникновения рецидива. Поэтому по возможности всем пациентам, не имеющим противопоказаний, рекомендую выполнение резекции молочной железы на фоне онкологии с использованием методов пластической хирургии для восстановления формы молочной железы. К одной из методик онкопластической хирургии относится реконструкция местными тканями с помощью собственной жиробой ткани живота или широчайшей мышцы спины. Нельзя определенно сказать, что тот или иной способ проведения операции лучше. У каждой из методик проведения операции имеются свои плюсы и минусы. Например, преимуществом операции по реконструкции молочной железы с помощью импланта является небольшая длительность операции. Но если пациент планирует лечение радиотерапией, возможно изменение формы груди. При реконструкции местными тканями нет таких побочных явлений, как изменение формы, воспаление. Возможно сохранение пожизненного эффекта при удовлетворительном результате, но время операции значительно дольше. Поэтому в нашем госпитале, если пациенту требуется мастектомия, то в 90% случаев производится совмещение с операцией по реконструкции. Мы сейчас зайдем в Международный центр Университета женского здоровья ИХВА и пообщаемся с координатором. Ихен – координатор Международного центра клиники ИХВА. Ихен, расскажите нам, как происходит встреча и сопровождение пациентов. Здравствуйте. Нас посещают ежегодно более 10 тысяч пациентов иностранных из разных стран. Встреча с пациентами обычно происходит на втором этаже в нашей клинике в Международном центре. У нас работают координаторы, которые говорят на русском, и на английском, и на китайском, и на арабском. Пациента встречает водитель клиники или как они добираются из аэропорта в клинику? Да, обычно водитель клиники встречает пациента. Трансфер этот платный для пациентов? Это зависит у пациента, какое лечение. Если пациенты госпитализируются, тогда мы транспорт бесплатно предоставим. А вообще стоимость сколько может быть транспорта? Стоимость из аэропорта до больницы около 70 долларов, обратно около 65 долларов. И по времени сколько ехать? По времени ехать минут 30 и 40. Сейчас мы покажем вам новый центр, который вот-вот откроется в Сеуле. Этот автобус едет туда буквально 10 минут. Поехали! Это новый огромный корпус Сеульской больницы Женского университета Ихва. И мы сегодня эксклюзивно первыми побываем в этом здании. Пойдемте посмотрим интерьер. Мы сейчас в холле нового корпуса. Здесь полным ходом идет ремонт. Но буквально через месяц здесь все уже будет готово. Сейчас профессор У Шин Чон расскажет нам о лечении нарушений эрекции. Для лечения эрективной дисфункции применяются хирургические и медикаментозные методы лечения. Эрективная дисфункция устраняется при применении фармакологических средств, таких как Виагра. Но, к сожалению, только у 6-7 пациентов из 10 возможен положительный результат. Остальным 3-4 пациентам показано оперативное вмешательство в связи с наличием сахарного диабета, либо послеоперационного повреждения нервных волокон. Протезирование является эффективным способом восстановления половой жизни, предполагающим имплантирование протезов в половой орган. Также важно, чтобы хирург имел опыт хирургической практики. Чем больше оперирует хирург, тем лучше он это знает. Я уже на протяжении 30 лет провожу протезирование и вхожу в число хирургов, чаще всего проводящих данный вид операций. И, как было сказано ранее, в нашем госпитале проводится большое количество операций по устранению эрективной дисфункции вследствие рака мочевого пузыря, что, в свою очередь, сказывается на эффективности последующих операций. Огромным плюсом этой больницы будет то, что здесь будет установлено более современное оборудование и с командой опытных врачей, которые переедут из старой клиники. Сейчас профессор урологии Донг Хион Ли расскажет нам об искусственном мочевом пузыре. Способ протезирования искусственного мочевого пузыря. Для искусственного пузыря используется ткань тонкого кишечника, которая придается округлой форме. Пластически сформированный пузырь соединяется с мочеиспускательным каналом. Искусственный мочевой пузырь отличается от нашего. В нашем мочевом пузыре имеются две основные функции. Первая обладает способностью сохранять, вторая способностью сокращаться. По мере накопления моча выводится. Искусственный пузырь также сохраняет функцию накопления и вывода мочи, но в нем отсутствует функция сокращения. При мочевом спускании у нас, как правило, напрягаются брюшные мышцы. Сокращаются мышечные волокна пузыря. Все эти действия в совокупности способствуют опорожнению. При искусственном пузыре брюшные мышцы могут напрягаться, но искусственный пузырь не сокращается. Несмотря на это, у пациента не возникает проблем с мочеиспусканием. У пациентов с искусственным пузырем не возникают позывы к мочеиспусканию. У особо чувствительных людей при скоплении мочи появляется ощущение боли в области живота. Но обычно ощущение появляется в области мочеиспускательного канала. При искусственном мочевом пузыре проблемы с мочеиспусканием не возникают. Пациент мужского пола после протезирования искусственного мочевого пузыря. Эти белые вкрапления – раковое образование. Пациенту была проведена полная цистоктомия, а это снимок после замены пузыря искусственным. Пациент женского пола. На снимке наблюдается раковое образование. Было проведено протезирование искусственного пузыря. Сколько вы провели таких операций уже? Более 700 раз. Больше 700. Учитывая последние несколько лет, скорее всего уже более 1000 раз. На эти выходные запланировано 5 операций. Операция достаточно сложная, поэтому длится около 8-10 часов. В связи с высокой хирургической активностью я провожу операцию за 3 часа. Если сокращается длительность операции, то и пациент восстанавливается значительно быстрее. Даже если у пациента в анамнезе имеется гипертония, диабеты уже за 80 лет, проведение хирургического лечения возможно. Из плюсов клиники можно выделить очень сильную команду специалистов в онкологии молочной железы. Слаженную работу международного центра клиники. Они очень хорошо говорят на русском языке, поэтому никакого дискомфорта у вас не возникнет. Еще нужно отметить, что врачи из старой клиники скоро переедут в этот новый центр. Он будет полностью функционировать. Это реставрация первой больницы для женщин Пауку Якань, которая была построена в 1887 году. Здание находится возле огромного нового корпуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова